всем привет меня зовут катя я сегодня буду делать с вами паттерн из вот такой вот веточки я рисовал ее на айпаде эта веточка со сливами но она очень похожа на веточку оливкового дерева и так как я паттерн буду грузить на стоке потом то наверное оливки более популярны чем сливы и в описании я добавлю именно оливки вот хотя можно и сливы тоже указать потому что они очень похожи вот я буду пользоваться сдвигом и ну собственно уже вот пользовалась когда одну веточку посередине поставила и тут надо быть очень-очень осторожным как я всегда и говорю чтобы объект особенно когда он большой вот не заходил за края потому что тогда сдвиг будет давать такие белые полосы и вот когда один такой большой объект из него конечно тяжеловато делать паттерн потому что вот объект очень большой надо может быть распиливать короче очень много вот приходится отслеживать таких моментов чтобы не заходить за края и здесь уже я даже беру какие-то элементы вот вырезаю отдельно вот тут кстати у меня была проблема что я не сделала фон сразу на планшете и веточка у меня выходила прозрачный и это тоже определенный геморрой а такое ощущение что ты просто работаешь вот с эффектом наложения а хочется чтобы веточки вот друг друга перекрывали не было этой прозрачности в общем пришлось быстренько сделать белую заливочку под рисунком и зато теперь вот получается такой прям сад из веточек такой плотненький красивый я еще делала паттерн с цветами тоже его надо найти по моему я снимала видео процесс вот а пока вот такая вот веточка и конечно очень это винтажно здорово смотрится вот эти вот графичные такие карандашные рисунки вот это вот модная такая ботаническая иллюстрация довольно таки натуралистичная и вот опять же винтажный стиль он пользуется такой популярностью потому что они в принципе нейтральные сами по себе и очень стильно красиво смотрятся и ну довольно таки традиционно потому что не все готовы уходить в какое-то что-то современное вот а вот это вот на века то есть если мы что-то трендовое берем она может потом уйти а вот такие вот картинки они универсальные и то есть будут пользоваться спросом еще долгое время потому что опять же это классика это такой уже винтаж который очень-очень хорошо смотрится где-то вот листочки я подтираю потому что листочки подтираю сегодня листочком подтираюсь чтобы границы были нормальные потому что здесь конечно такой лес получается и если есть какие-то косички то есть листочек где-то как-то заходит непонятно тут это все нормально выглядит потому что как мы видим довольно таки такие дремучие у нас тут заросли вот поэтому какие-то погрешности можно себе прощать но опять же смотрю чтобы паттерн был такой довольно таки равномерно не было где-то таких прям дыр вот как вот здесь есть и полностью просвета убирать конечно не хочется чтобы оставалось какое-то вот представление об объекте из которого сделан паттерн поэтому чуть-чуть небольшие какие-то листочки я добавляю чтобы вот не было таких прям огромных дырн которые при вот масштабирование будут сразу делить паттерн на какие-то там клетки полоски и прочее 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 вот но тут уже осталась такая ювелирная работа прям совсем чуть-чуть что-то подправить я проверяю паттерн мне он нравится хороший качественно сделан но по-моему я тут еще что-то буду добавлять да какая-то вот дырочка какой-то ритм слишком там показывал проявлял себя и вот я листочек такой добавляю стираю ненужное захотелось вот именно темненького сюда добавить и еще один да она этот паттерн у меня ушло 15 минут на то есть я сделала вот эту вот базу за 15 минут и так как я сначала скопировала объект без подложки у меня прозрачный и дальше я уже делала с нормальным рисунком то здесь цвет на фоне поменять у меня не получилось то есть надо было закрашивать опять делать подложку и я решил на это забить и не делать вот пусть у меня будет вот такой паттерн в двух вариантах я сделала вот на таком белом фоне и еще я делала с наложением такую текстурную бумажечку чтобы прям еще более винтажным к было вот а так я очень довольна очень красивый паттерн приятный на все времена спасибо что посмотрели пойду дальше рисовать м да м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok